Скажем славу Господу, друзья. Мы очень благодарны Богу за это служение, за это собрание, которое мы имеем. И за брата, который говорил, за эти слова, за то, что это как бы ободрение для нас, поддержка для нас, потому что мы читаем Слово Божие. И хотя мы, я может быть в себе, вот так себя посмотрю, я чаще нахожу недовида в себе, как будто другого. Но это для меня стимул, чтобы стремиться, чтобы продолжать расти. И чем больше мы видим в себе недостатков, тем лучше для нас. И это потому, что это работа Духа Святого в нас, Он открывает, Он показывает, Он показывает мне, где мне нужно усовершенствоваться, где мне не хватает еще опытности. И Господь учит нас, и я благодарен Ему за это. Я благодарен, что Он имеет дело со мной. Я думаю, что вы также благодарны, что Он не оставляет вас, но Он учит вас, каждого из вас. Немножко скажу о Божьей надежде, которой мы живем. И хочу прочитать из заявленного 8 глава, 8 глава, 24 стих. Ибо мы спасены в надежде. Надежда, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения. И здесь сразу подразумевается, когда мы читаем, что если мы имеем надежду, значит, есть что-то, что невидимое для нас. И если это видимо, если мы все это видим перед собой в своей жизни, то надежда нам уже не нужна, правда. Нам нужна надежда, потому что мы этого не видим. Мы не видим, что будет впереди, мы не видим, какое вообще наше будет избавление. Мы этого не знаем. Мы только читаем на страницах Писания. Но как бы, как апостол Павел пишет, что сквозь, как сквозь тускло стекло гадательно. И мы отчасти знаем, потому что, хотя это, да, совершенное пророческое слово, слово Божие, которое у нас есть в Библии, но оно не все оно говорит. Но оно не все, если бы оно все говорило, как написал апостол Иоанн, что если бы говорить о всем, писать о всем, что Иисус сделал, да то в мир бы не вместил написанный книг. То есть написано не все. А написало, что съезжено, написано, да бы вы поверили. И таким образом имели жизнь через него. То есть нам дано именно то откровение, которое нужно для нас. И сверх того, мы не видим, мы не знаем. И в жизни точно так же любую ситуацию взять. Мы сейчас говорим о надежде нашего Господа. Но взять любую ситуацию в жизни, мы проходим иногда отрезки времени, в которые мы не знаем, что будет впереди. Мы не знаем, как окончится то поприще, через которое мы проходим. Мы не знаем. Это просто случается в нашей жизни. И что я как бы не договорил в прошлое воскресенье, я хотел немножко больше добавить, что вот я помню, когда я еще был моложе, я не любил как бы спонтанность вот это. Но если так посмотреть, что жизнь, она полная спонтанность. Это то есть неожиданных вещей, которые происходят, хороших или негативных. И так, и так. И мы не знаем, что впереди, поэтому... Но мы догадываемся, потому что мы приблизительно понимаем, что нас ждет. Приблизительно у нас есть идея. Например, если мы едем в школу за ребенком, забрать со школы, то мы знаем, что мы его увидим, потому что мы предполагаем, что он должен быть там, на том месте в такое время. Что утром мы его отвезли, соответственно, следовательно, мы должны его увидеть в том же месте. И у нас это есть надежда, что мы увидимся. Или уезжает кто-то из родных куда-то там в поездку, то мы надеемся, что по прошествии столько-столько дней мы опять увидимся. И хотя мы не видим этого человека, но у нас есть надежда. И в наше время у нас можно еще на телефоне позвонить, на фейстайм или что еще угодно, да. То мы можем видеть человека даже на расстоянии. Но даже раньше, когда этого всего не было, у нас мы все равно имели надежду, что увидимся. И также мы живем в надежде, что мы увидим нашего Господа Иисуса Христа. И мы живем в надежде, что всему, что происходит в этой жизни, придет конец. И этот конец будет сошествие Иисуса Христа в славе Отца. И уже когда Он придет, не спасать уже мир, а судить мир. Но для нас это будет избавление наше. Потому что если мы верим и мы надеемся на Иисуса к нашему спасению, то для нас это избавление. Поэтому опустимся немножко ниже, на пятой главы Римлянам. Сначала прочитаю такие слова написанные. «И так, обравдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим. И хвалимся надеждой и славой Божией. И не с ним только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия извелась в сердца нашим Духом Святым, данным нам». И апостол говорит здесь, пишет в втором стихе, что мы стоим и хвалимся надеждой и славой Божией. То есть у нас это уже есть. Но дальше он последовательно скажет, что перед тем, как у нас появится эта надежда в сердце, то стоит пройти какие-то определенные скорби. И потому что они научат нас терпением, а терпением мы приобретем опыт, и уже исходя из нашего опыта мы уже надеемся. И у нас возрастает эта надежда, вот эта вот, знаете, как один сказал человек, не человек, но многие люди это говорят, вот эта пословица такая, да, вот, многие знают, как это звучит, что в народе говорят, так сказано, что «надежда умирает последней». А один человек был, о котором тоже Слово Божие пишет, он был праведник, проходил очень тяжелые скорби в своей жизни, это был Иов, и он записал такие слова. В 17 главе 15 стихе он пишет так, где же после этого, когда он проходил этих скорбий, он пишет, где же после этого надежда моя? И ожидаемое мною кто увидит? Он уже понимал на то время, что для того, чтобы ожидаемое и надежда, она притворилась в жизни, нужно, чтобы кто-то это увидел. А пока это надежда, то это есть то, чего ты не видишь. И дальше он пишет, в преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мной в прахе. То есть у него, он верил немножко лучше, не так, как в народе говорят, что надежда последней умирает. У него надежда умирала внести с ним, то есть он до конца, он был настроен до конца, до самого последнего, до самой смерти надеяться. Поэтому, руководствуясь этими словами, словом Божьим, что написано, друзья, давайте в сердце возьмем эту надежду, которая пусть пройдет с нами до конца. Да, может быть, мы не видим сейчас, и мы еще не увидим, может, долгое время, хотя мы не знаем, наверное, часа, в который он придет. Но давайте, чтобы не только в этой сфере нашей жизни, но в любой, в каждой сфере, чтобы мы надеялись, мы надеялись на Господа. И, знаете, надеяться на человека, многие из вас знают, да, что надеяться на человека может подвести тебя. Ты можешь, тебя, твоя надежда может постыдить тебя, потому что, ну, эта надежда не на Бога. Потому что, и нужно быть готовым к этому всегда. Даже когда человек говорит тебе, обещает, что, ой, я приеду, я приду там, нужно быть внутри настроенным к тому, что этого может не произойти. Ну, не из-за того, что ты не любишь, что человека не уважаешь, но потому что ты уже немножко понимаешь человеческую натуру. И так же понимаешь, что такое может в твоей жизни произойти, и ты кого-то можешь подвести. Но надежда на Бога не постыдает. Потому что, если Он сказал, то Он сделает. Потому что это наш Бог. И написано в знаменитой стихе, да, что надеющиеся на Господа, да, обновятся в силе, поднимут крылья каковы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Почему? Потому что сколько бы ты не проходил в своей жизни, сколько бы лет не продлилось твое шествие на земле, ты всегда можешь укрепляться надеждой на Бога. Каждый человек, старый или малый, или в средних годах, каждый может укрепляться надеждой на Бога. Его слово, которое дошло до наших дней, оно звучало и древним, и они тоже полагали свою надежду на Него. Эти слова, записанные о Боге, они действованы тогда были, так и сейчас Он не поменялся. Его сущность и все Его атрибуты, и все остается прежним, все остается одними и тем же. И поэтому мы как укрываемся в Господе, то это как крепкая башня. Когда мы надеемся на Него, то мы можем быть уверены в том, что так, как сковорит Слово Его, так Он и сделан, так и произойдет наша жизнь. Последнее место, зачитаю, мы будем молиться. Девятый Псалом, девятнадцатый стих. Здесь говорится о нищих, о бедных. Ибо не всегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Даже люди, которые были нищие, бедные в то время в Израиле, и кажется, в сегодняшнее время, что мы пытаемся каким-то образом искоренить бедность. Ну, в других странах это очень сильно видно в нашей стране, может и так, но иногда мы видим бедных в нашем городе. И правительство работает, как и в нашей стране, так и в других странах, для того, чтобы решить этот вопрос. А Бог сказал, когда Он говорил к израильтянам еще ранее, когда Он уже оглашал закон, Он говорит, чтобы не забывали бедных. И сказал очень интересную такую фразу, потому что бедные всегда будут рядом с тобой. То есть это Божье повеление, это Его определение. То есть кому-то определил Он быть неимущим и бедным на этой земле, кому-то Он определил. И может быть для этого человека это трудность, и это скорбь, о которой поступает, дышит. И в этой скорби, если Он, конечно, в Господе, в этой скорби Он научается, Он получает терпение, и Он обретает эту надежду. И даже здесь написано, что она не до конца погибнет. А если не до конца, ну, как это понять? Наверное, значит не погибнет. Потому что если человек погиб, то это уже до конца погибнет, правильно? Но почему не до конца, потому что это надежда на вечного Бога, который еще до того, как Христос пришел на этот мир, Давид уже достал. Это уже Он, Он уже пережил, потому что Он был, как бы, тоже пророком Божиим, пророчески писал псалмы. И Он уже описывал много псалмов об Иисусе Христе. И Он это уже чувствовал, Он знал, что придет Мессия, что придет тот долгожданный, тот обещанный. И который примет престол Давида, и царство Его не будет конца. Он примет престол Давида вовеки. И будет вечно царствовать. Поэтому, друзья, слава Богу, что Он вечно царствует. Что Иисус Христос Царствует вовеки, поэтому надежда наша, она не умирает. И она не постижает нас. Друзья, давайте укрепимся этими словами. Разные вещи проходят люди в своей жизни. Очень разные. И часто скорби у людей. Поэтому, кто скорбит сегодня, укрепитесь в Господе, укрепитесь в надежде, которая в Нем. Не только надейтесь на Него, что в последний день Он избавит нас. И это самое главное, надейтесь на Него во всех обстоятельствах жизни. И тогда нам даже будет легче. Даже если мы не увидим то сбывающимся, то наша жизнь. Значит, это не был план Божий. Значит, этот план был немножко другой. Но все равно мы надеемся на Него. Поэтому, да благослови Господь. Давайте мы молимся. Аминь.